Он пригнал ее с определенными проблемами. Там холостой ход у нас где-то полтора сантиметра. Причем недавно человеку удаляли катализатор. Очень хорошо выглядит. Ой, выживной какой некрасивый. Видишь, что вот охрена они этот пыльник вешают, а? Вообще жесткая. Одну из проблем, на которую клиенту была жалоба. Смотрим, да? Песня! Здорово! Сегодня у нас весьма интересный Ларгус, нашего подписчика. Он пригнал ее с определенными проблемами. Какими, я расскажу дальше. Плохое переключение передач. С первой на вторую. Также пятая иногда с трудом заходит. Естественно, это все проявляется только на запущенном автомобиле. На заглушенном все четко. Тросы работают идеально. Сейчас запустим. Мотор орет капец. Проблема видна сразу, когда я попробовал просто немного надавить на педаль сцепления. Там холостой ход у нас где-то полтора сантиметра. Это ненормально. Это тут поможет либо прокачка самого сцепления, либо выжимному конец, либо главному конец. Тут мы в процессе ремонта будем, конечно, более детально все рассматривать. Причем вот из салона, когда я заглянул, посмотрел само зацепление педали и главного цилиндра выжима. Там между ними люфта нигде нет. Ни во втулках, нигде. То есть это главный. Вот что главного ходит и имеет вот этот люфт. Заглянем в тормозную жидкость. Уровень и косвенное состояние. Она очень мутная. Она непонятного цвета. Тормозную жидкость определять по цвету можно и нужно. То есть тормозную жидкость по-любому будем менять. Но тут есть еще дела почище. Что более глобальное мы здесь обнаружили. Это у нас оторвано гофра. Причем недавно человек удаляли катализатор. И гофру то ли оторвали, то ли не увидим. Ох. Но самое страшное. На этом автомобиле на пробеге 65 тысяч километров. Пипец как вводит коробка переключения передач. Поэтому мы ее по-любому будем снимать. Ее надо перебирать уже сейчас. Гул стоит такой, что у меня уши закладывают, когда мы ее разгоняем на подъемнике в боксе. Сейчас покажем. Так, мы посадили человека за руль. Ковид? Это кашель или... Сейчас он нам ее разгонит в машину. Киометров до 120-130. Затем скинет в нейтраль. Мотор заглушит. А мы с вами послушаем коробку. Сейчас вот машина заглушена. Я просто покручу два колеса. Послушайте звук. Даже так уже капец. Причем это все настолько плавно нарастает вот этот гул. То есть в процессе эксплуатации, что люди даже уже этому внимания не придают. Хозяин конкретно этого оргуса говорит, а я думаю, у меня резина гудит. Причем я такое слышу уже не первый раз. Оно плавно-плавно-плавно. Такой общий гул. И реально люди думают, что это резина. Поэтому иногда полезно будет заявиться к специалисту, чтобы он послушал вам коробку. Запускаем! Раскручиваем мотор. Глушим. Нитраль. Там так много разнообразных шумов. Вообще капец. Мне очень интересно. Обязательно, когда коробку вскроем, чинить мы ее будем сейчас. Коробку вскроем, покажем вам, что там с ней случилось. Заодно и сцепление. Вы же нам все покажем, расскажем. Че, приступаем? Так, друзья, сейчас вот мы готовы вытащить привода. Ну и, как обычно, надо же сначала масло с коробки слить. Заодно покажем вам ее. Нифига. Пробка еле затянута была. Я ее не трогал. Моторка. О, пошли, пошли разводы. Стружки. Не клиента, а стружки. Вот, 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 вот. Вот с этого края хорошо видно. Очень хорошо видно. Ну, там подшипники будут, я думаю, будет интересно посмотреть. Поэтому смотрите до конца. Так, вот, смотрим масло. Вот оно в состоянии покоя нормальное. Вот так вот, если я сделаю, то видно вот стружку. Потому что у нас все-все масло прямо в стружке. Поэтому два самых главных признака. Как понять, что ваши коробки капец? Во-первых, у вас начинает гудеть резина. В кавычках, понятно. Посторонний гул. Послушать на подъемнике. Слышно шелестение. Слышен писк. Когда мы вот ее раскатывали. Ну и слив масла, немножко как кашу помешать. Вы увидите вот эти вот разводы. Причем, когда масло у нас вот с такой мелкой стружки, это все как абразив работает внутри коробки. Затирает все подшипники. Поэтому мы на этой коробке будем менять абсолютно все подшипники. Иначе она долго не будет тихо работать. Погнали. Последние штришки. Сейчас будем сдергивать коробку. Как она напряглась вниз. Поклассики. Два тела. Ага! Ага! Ой, выживной какой некрасивый. Вещь, что-то хрена не этот пыльник вешает, ай? Чтобы он слетал. Что-то тут неладное с выживным. Ладно, коробка будет потом, когда мы ее раскидаем. Смотрим сцепу. Смотрим сцепу, смотрим сцепу. Толщина вроде ничего. Надо с бачка глянуть. Так, снимаем сцепу леницу. Ну, шикарно. Ну, ничего так. Так, смотрим маховик. Посмотрите, тут какой-то тычок или питинг пошел. Вообще жестко. То есть, тут будет диск подтачиваться сильнее. Что за жесть? Такой мощный маховик. И так обосрались на одной маленькой штучке. Напомню, пробег у нас 65 тысяч километров. Короче, сцепление все посмотрел. Нашел один. Один единственный косяк. Толщина тут нормально. То есть, сцеп еще поживет. Корзина тоже ничего. Но посмотрите, как работает ступица на диске. Понятно, что вот смотрим. Вот это, вот этот люфт, он должен быть. Люфт небольшой, осевой, он тоже должен быть. Это все для установки. К этому вопросов нет. Вот сейчас я передачу включу. Смотрите, какой холостой ход. Ай. Вот он. То есть, если первичный вал еще жестче подержать, у нас холостой ход у сцепления очень большой. Что это будет при работе? То есть, этот люфт маленький, он должен быть. Но здесь люфт очень большой, он увеличен. Скорее всего, немножко ступицу все-таки разбило. Как это отзывается при езде? То есть, при трогании, когда мы трансмиссию уже замыкаем, с двигателем мы слышим такой щелчок. То есть, это, возможно, идет отсюда. Ну, на этой тачке это точно отсюда идет. Потому что люфт здесь очень большой. И есть хорошие новости для контента, но плохие для клиента. Даже склад. Короче, смотрим. Вот я скинул крышку пятой передачи. Вот смотрите, кусочек пластика. Это идет пластинка, которая у нас укладывается под сателлиты. Внутри дифференциала. Поэтому тут будет еще много интересного. Обязательно смотрим до конца. Короче, смотрите. Я скинул муфту включения пятой передачи. Сейчас, смотрите, я покажу одну из проблем, на которую клиенту было жалоба. Смотрим, да? Я полностью поджимаю синхрон, а он у меня проскальзывает. Вот здесь вот снизу зазора нет вообще. Зазор должен быть около вот так вот полтора-два миллиметра. То есть, синхронизатор у нас стоптался. Синхронизатор обязательно под замену. Так, смотрите, половинку я снял. Смотрим вот сюда. Это вот пластиковая стружка от уплотнителя, который внутри дифференциала сателлитов. Ну, естественно, подшипник с питингом вторичного вала, вот задний. Это я сейчас более детально еще все разберу, покажу. Подшипник дифференциала, естественно, тоже под замену. Вон там видно все хорошо. Он и затертый такой, и уже начало-начало такие тычки питинг пошел. Главное, что не питинг. Смотрим магнит. Сюда даже пластик, смотрите. Тут даже пластик остался. Вот он. Сейчас могу быть вытащить там отверточкой. Да. Вот сколько стружки. Это уже все с подшипников идет. Так, сейчас разберем дифференциал. Посмотрим, что с ним случилось. Нормально. Палец. Палец ничего так. Вот этот. Но на него очень много химии впадает. Да. И вот, вот эти проклоры, вот она разделилась полностью. То есть вот это все должно быть одно целое. Сейчас посмотрим вообще, в каком состоянии стиллиты. И почему это могло произойти. И четвертая часть. Вот она. Пожевала маленечко. Нормально так. Почему могло произойти? Кто знает, пишите в комментариях. А может поставить ее? Да вряд ли. Нет. Я думаю, что просто терлась из-за подшипников. Начали срабатываться. Терл, терл. И натерл. Вот углом прям, видишь? Здесь вот углом. И вот он самый первый, мне кажется, обрит пошел. Может она, я не знаю, она была какая-нибудь деформированная. И ее терл сильнее, чем положено. В принципе, она должна держать-то нормальную температуру. Размер могли не попасть. Но тут все выглядит так, бодренько. Подшипники, естественно, затерты. Подшипники менять будем полюбас. Так, я думаю, что все началось с подшипников вторичного вала. Давайте сейчас мы сепаратор сломаем и посмотрим внутреннюю обойму. Ну прям вот сильного явного питинга нет, чтобы прям жескарь был. Ну вот здесь вот видно, что забит. Видно, что не стекло, да? Процесс пошел. Сейчас задний подшипник. Ну тут ничего хорошего нет. Но такого прям явную жесть, конечно, показать не могу. Идем дальше. Сейчас взять очиститель тормозов и детали сцепления. Помыть обойму. То будет лучше видно, как здесь будут работать ролики. Ну бесшумно они здесь работать не будут. То есть видно, да? Вот этот весь питинг уже лучше видно. И, соответственно, на другой обойме. То же самое. Вот это у нас обойма наружная подшипника вторичного вала. Видно, да? Тоже как затерта вот эта рабочая часть. И капец. Так, теперь вскрываем подшипник первичного вала, который у нас закрытый. Тоже всегда интересно. Ну нет, тут ролики такие симпатичные. Соберем назад поставим. Короче, у нас получается по подшипникам полный комплект. Прям фулл комплект. Все подшипники. Вторичный вал будем разбирать, мыть, чистить. От вот этого белого пластика, который у нас мог попасть внутрь вторичного вала. Естественно, менять сальники приводов. Это для замены подшипников дифференциал по-любому надо. Ну и синхронизатор пятой передачи. Плюс вот эта вот прокладка под сателлиты. Кстати, кому интересно, сколько стоит набор подшипников, в нашем интернет-магазине по ссылочке в описании можно пройти и посмотреть, сколько стоит этот комплект у нас. Только те подшипники, которые мы рекомендуем, которые вы поставили и забыли. Переходим по ссылке, смотрим. Мы прилетели с другой планеты. Итак, по итогу. Заменили мы все подшипники, напомню. Вообще все. Вот все-все-все. И вот этот в том числе. И вот этот даже. Даже дифференциал оба. Смотрите, бэушный сателлит подобрали. Вот теперь зазор какой. То есть схватка идет прям моментально. Отлично. Далее. Привезли новый вкладыш под сателлиты. Вот. Осталось нам собрать дифференциал. Все. Теперь мы собираем спокойненько все это дело. Кстати, кому интересно, как собираются дифференциал, все внимание на меня. Вкладываются сателлиты с обеих сторон. Вот мы их вложили. Вот они в взведенном положении. И теперь мы упаковываем их в пластик. Вот таким образом. Немножко разработаем пластик. Четко. Вообще сейчас не люфточка тут нет. Уже прям мертвый сидит. То есть вкладыш, если вы видите такой вкладыш у себя, менять обязательно. Номер мы вам не предоставим, конечно. Все, нам осталось стопор поставить. Собрать всю коробку. И я обязательно вам ее раскручу на подъемнике потом. И покажу результат. Теперь перед тем, как половинки соединить, обязательно берем очиститель тормозов. Всю плоскость вот так вот обезжириваем. Прямо пальчиком, пальчиком. Через тряпочку. Вот так вот. Я уже пятый раз, наверное, обезжириваю. Зато я гарантирую, что здесь никогда, никогда не потечет коробка. Если использовать правильный герметик. Вот этот герметик Керри, он... Цена очень хорошая. Весьма конкурентно способная цена у этого герметика. А качество практически как аксиом. Вот не уступает. Еще очень хорошо, что у этого герметика нет неприятного запаха. Я уже люблю потом обезжиренным пальцем как следует размазать герметик и убрать обязательно с краев, чтобы он, когда мы половинки состыкуем, чтобы он у нас не выступал. Одеваем половинку и ставим коробку на место. Ну что, коробка у нас стоит, цепление установлено. Гофру мы поменяли. Красоточку эту. Теперь такая жесткость выхода появилась. Мне прям нравится. Послушайте, как сейчас работает коробка. Слышите? Ни хрена не слышно. Так и должна работать коробка GR5. Никакого шелеста в ней внутри не должно быть. Четко. Сейчас еще разгоним на подъемнике, поставим туда человека и послушаем. Песня. Так, нам осталось еще прокачать тормозную жидкость. Именно тормоза, чтобы бачок в бачке прям там сейчас свежак. Там новая жидкость в контуре выжима сцепления. Кстати, сцепление вообще божественно сейчас выжимается. Тросток опять. Машина будет другая. Я доволен работой. Надеюсь, вы довольны видео. В принципе, на сегодня со съемками, я думаю, все. Мы уже подустали. Наверное, завтра с утра еще продолжим эту машину. Дроссель вроде просил человека почистить. Надо бонусы мучить. Я пальца заснул. Вот у меня вот такая вот шняга осталась. Как магнит был, который в коробке. На этом все. Благодарю за внимание. Спасибо, что досмотрели вот этот ролик до конца. Не забывайте поставить лайк. Лучше вначале это сделать, чтобы точно не забыть. Ну, начало тоже пройдено. Скажи, пожалуйста, комментирует. Так, друзья, не забывайте писать комментарии по поводу своего опыта с данными коробками GR5 512, что ли? Не помню. Пока.